Светлана Дедковская Девочки нашли сегодня 15-летнюю Светлану Дедковскую, которую искали с 1 декабря. Девочку нашли мертвой на теле следы насильственной смерти. Больше подробностей нет. Идет следствие. МВД пока ничего не комментирует. На месте работают криминалисты. Милиция здесь 11 утра. Подвал, мусор, сухие ветки. Очевидцы рассказывали, имя и было прикрыто тело девочки. Она была в одежде, но босая. Лежала вниз лицом. Но официальной информации нет и об этом. А это двор, где жила Света. Ее друзья уже знают, что подруга погибла. Вспоминают, какой была. Она позитивная была очень. Всегда. Где виделись? 1 декабря последний раз видела в обед. Где были? Что делали? Да сидели тут, разговаривали. Она веселая была. Потом ушла куда-то. Ну, виделись до 1 декабря. И все. Ну, она нормальная, веселая. Никогда не грустила толком. Мне позвонила ее подруга лучше. И сказала, что она пропала. Я сначала подумал, что это шутка. А потом я увидел по новостям, что она реально пропала. Я пытался сам ее как-то пробить найти, но не получалось. Потом опрашивали. Милиция опрашивала меня. Я сказал, я не знаю. Я ее видел около 30 ноября где-то в обед. Она уходила гулять с ее парнем, другом. Не знаю. Она была веселая. Соседи рассказали, девочка часто отдыхала с компанией во дворе. Нормальная девочка. Бабушка тут живет тоже хорошая. Бабушка, мама тоже порядочная. Девочка нормальная была. Но я ее знал как покупательницу. Она приходила ко мне в магазин. Как бы знал ее как покупательницу. А так ничего плохого о ней не могу сказать. Боже, ничего сказать. Извините. Они сегодня все хотят какой-то свободы. Хотят какие-то копейки, подработку, чтобы купить себе то, что нельзя. Мать погибшей Светланы еще когда ее искали, рассказывала. Дочь искала работу. В основном в интернете. Одноклассница подтвердила. Кстати, училась Света во второй школе. Искала работу. Хотела себя обеспечивать сама. Хотела. Маме делала поездки. Где они ездили. Она ее возила в козий городок. Потому что мама хотела увидеть. Старалась как-то для мамы лучше сделать. Хотела себе, чтобы у нее были деньги. Чтобы она могла себе купить все, что захочет. И не просить финансовые средства у мамы. Чтобы сама себя как-то. Хотела в 16 лет начать какой-то бизнес. Чтобы зарабатывать и не зависеть ни от кого. А чем она? Вот в 15 лет разве может ребенок чем-то зарабатывать сейчас? Мне кажется, это еще рано. Невозможно. Сейчас много работ в интернете. Какие, например? Ну, те же рассылания ссылок. Тебе за это платят. Она там работала, как мы знаем. В день, когда Светлана пропала, она так и сказала маме уходит договариваться о работе. Последний звонок был по громкой связи. Мама слышала мужской голос, который торопил дочь. Девочка уехала. На звонки не отвечала. Итог. Ребенок пропал. Неделя поисков. Мама и бабушка говорят, опознания тела Светы еще не было. А кто ей в тот день звонил, пока неизвестно. Распечатка звонков Светланы вывела следствие только на друзей и знакомых. Неизвестный мужчина, судя по всему, связался с девочкой посредством звонка в мессенджер. Я сорвал те цветы в парке и даю тебе. Моя виза много ярких, чем была теперь. Вот страница Светы в ТикТоке. Вконтакте в последний раз в сети была 1 декабря в 19.23. А вот Инстаграм. Forever 15. Так она себя подписала. В переводе с английского навсегда 15. Свете было 15 лет.